Ротуйте котика! Здравия желаю! А теперь давай про статистику ближе! Так, статистика. 7 декабря в 1949 в МЧС поступили сообщения о загорании контейнеров на территории строительства футбольного стадиона по улице Ванеева. Наверное, ты слышала об этом происшествии. Я думаю, многие чули, дорогие. По прибытии к месту вызова установлено, что произошло загорание внутри семи контейнеров, строительных материалов, оборудования и инструментов на площади 650 квадратных метров. Пострадавших нет. Чтобы полностью ликвидировать горение, спасателям потребовалось почти 2 часа. Причина пожара устанавливается, рассматривается нарушение правил эксплуатации электростей и электрооборудования. В ночь на 8 декабря по проспекту Мира на территории строительства комплекса Минск-Мир произошло загорание пластиковой опалубки строительства гаража стоянки открытого типа. Причина устанавливается тоже, видишь, настройки произошло. Утром в четверг спасатели выезжали на распиловку упавшего дерева на проезжую часть на улице Калиновского, а на геологическое дерево упало аж на 3 легковых автомобиля. Чуть позже работники МЧС вытаскивали из кювета легковой автомобиль на 33-м километре МКАД, а в полдень помогали рыбакам на свислочи перебраться со льда на берег. Вот такие вот происшествия связаны с морозами, со снегопадами. Вот 9 декабря в 23.26 на 112 от жильцов дома номер 28 по улице Ротмистрова поступило сообщение о дыме из квартиры. Прибывшие огнеборцы увидели открытое горение из окна квартиры на первом этаже. В ходе тушения стало ясно, что в жилых комнатах и коридоре квартиры произошло загорание имущества на площади 15 квадратных метров. Хозяин квартиры самостоятельно вышел, обратился к бригаде скорой помощи и был госпитализирован с отправлением продуктами горения и алкогольным опьянением. Работниками МЧС с выше расположенных этажей пришлось эвакуировать трех человек. Предполагаемая причина – неосторожное обращение с огнем, а именно курение одним из жильцов квартиры. В субботу в обед горела обшивка балкона одной из квартир по улице Колоса, 30. Огонь в квартиру не проник, а вот причина неожиданная. Вот как ты думаешь, что произошло? Ну, видишь, я одразу сгадываю, там, не курыте ложку, здесь, там, не жакайте гэтую белку, як там кажуть у вас в литеральном сенте. А что на самом справе? Воверки, зайцы, кто там виноваты? Так, ни воверки, ни зайцы и даже не курение, а приготовление пищи. А, ну, это… Нарушение правил эксплуатации газовых устройств и агрегатов, это так вот официально звучит, ну, как «звыклое» на балконе, понимаешь. О, а что там отбывалось? Я навод не могу… Саня, что готовать можно было у гэта часа? Матвей, 18-летний парень решил приготовить себе что-то вкусное с большим количеством масла. И вот тут уже по классике. Масло воспламенилось, он хотел то ли вылить его через балкон, то ли просто вынести на балкон или там что-то остудить. Ну, в итоге посуду выронил, и, как итог, загорелся и балкон, и сам он получил незначительные ожоги. Ох, ну, будьте осторожны в таких ситуациях. Сдаётся мне, литерально, на минулом тыне, там, мне что, сгадывали? Да, постоянно такое происходит, и постоянно напоминаем, что в этом случае, что делаем, Марта? Отключаем газ. Хотела только сказать, ну ладно, ты перший, давай. Так, хорошо, а если электроплита, что делаем? О, у меня не моё… Готовись, электроплиты я не ведаю. Так, хорошо, ну тоже, выключаем, конечно же. Ладно, ну расскажи, выключаем, да лечь, ну. Дальше что делаем? Ну, накрываем крышкой, конечно же, это дело. Что не робим самое головное? Водой не заливаем. Никуда не перемещаем, вот как случилось в этом случае. Ну и, конечно же, водой тоже не заливаем. А чем можно тушить? Накрыли, так, можно вот эти все кветочки, так, на… Ну, кветочками прям не надо, а вот песком, да, можно. Да, согласен. Сгодно можно? Можно. Да, молодец. Ну, можно, конечно, какими-нибудь крупами, допустим. Ну, это уже крайний вариант, но… Лепши кактусами, я отразумела. Нет, лучший вариант, это, конечно, просто накрыть крышкой и подождать, пока остынет это всё дело. Масло остыло, всё, ничего больше не случится. И только тогда можно вот мыть, воду и всё остальное додавать. Да, потом уже помыла всё это, поменяла ремонт в квартире, это всё, да. Так, не кажи таких страшных речев. Так, продолжим. Во второй половине дня, субботнего дня, выходного дня, в МЧС поступило сообщение о необходимости оказания помощи в извлечении людей из подвала частного домовладения Павлюце Аполлинаревской. Также дополнительно сообщили, пока спасатели ехали к месту вызова, что из подвала исходит специфический запах. Прибывшие спасатели обнаружили в бессознательном состоянии двух мужчин и женщину, которых вынесли на свежий воздух, передали бригаде скорой помощи. Спасённые были госпитализированы с отравлением угарным газом. Работники МЧС при помощи газоанализатора провели замеры опасных веществ в подвальном помещении. Оказалось, превышение оксида углерода превысило в 217 раз, а превышение метана в 355 раз даже. Ох, я тебе же... Причина пока что устанавливается, но рассматривается негерметичность дымового канала отопительного котла или отсутствие требуемой пропускной способности системы вытяжной вентиляции. Тоже как-то застряли, помнишь, на этом моменте по поводу именно отопительных котлов, газовых котлов на твёрдом топливе. Ну, это на самом деле очень опасное мероприятие, так что будьте к этому очень предельно внимательны. Так, помимо этого, 10 декабря также спасатели 8 раз аж выезжали на распиловку аварийных деревьев. Так, в ночь на 11 декабря по улице Маяковского на территории строительства, опять же, горело... Мастыми будовлями. Да, горело имущество внутри строительной бытовки. Ну, а мы, как знаем, строительные бытовки зимой очень хорошо горят, по причине чего... Напомню, это все первые обогревальники, и я думаю, что... В случае не исключение. Оставленный без присмотра включенным в сеть масляный обогреватель, он же и стал причиной этого возгорания. А вот в обед 11 декабря в квартире дома номер 70 по улице Ангарской горел матрас. Причина — неосторожное обращение с огнём прикурения, и, как всегда предсказуемо, виновник загорания находился в состоянии алкогольного опьянения. А вечером того же дня поступило сообщение об обрушении ангара по улице Калиновского. Никто не пострадал. Рассматривается усталость металла в строительных конструкциях или снеговая нагрузка. И тут тоже стоит обратить внимание именно вот на снеговую нагрузку, наверное. Осторожно, потому что, ну знаешь, она хоть и кажется, что снег такой лёгенький, но когда его много, где-то на крышах скапливается, вес его, масса его очень большая. Так что вот особенно у кого частные дома, какие-то подворья, постарайтесь всегда с крыши счищать снег этот, потому что, видишь, как бывает, может и обвалиться даже ваша крыша. 12 декабря вечером в МЧС поступило сообщение о получении ожогов у женщины по улице Ротмистрова, 62. В ходе разбирательства установлено, что 10 декабря накануне в собственной квартире при приготовлении пищи, опять же, на газовой плите, произошло загорание халата на женщине. А вот 12 декабря в результате ухудшения самочувствия она обратилась к медикам. Бригада скорой помощи приехала, госпитализировала её, ожоги головы, шеи, руки первой-третьей степеней, и всё это на 20% тела. Надо было сразу, сразу обращаться, конечно, обязательно. Если что-то такое произошло, также рекомендую слушателям незамедлительно обращаться к врачам, конечно, и, ну, если потребуется помощь им честно, ну, конечно, и вам честно. Правильно заразумела. Допомога ротовальнику её и не спотребилась. Ещё сами там заробили, затушили, не было выезда, так, на какой-то ситуации. Она сама всё затушила, да, но получила такие ожоги и думала, что, видишь, само пройдёт, заживёт. А там оказались ожоги серьёзные. Так что, видишь, банальное приготовление пищи, опять же, дома, к чему может привести, да, 20% тела – это серьёзно. Быть неосторожными, напыло, так. Мне подается, что всё-таки виситут треба, это то, что залежит от нас, а мальчика полностью, тому, так вот, будьте уважливыми, не только, да, смаку свою еженьку хотуете, так, а лево-си, да. Всё верно. Так, ещё пару происшествий. 13 декабря в 10.10 на 112 от сотрудника магазина по бульвару Шевченко поступило сообщение о загорании в подвале магазина. Спасатели установили, что в подвальном помещении магазина произошло загорание холодильной установки на площади 6 квадратных метров. Работниками МЧС в подвале был обнаружен мужчина, который был дезориентирован плотным задымлением, знаешь, и не мог найти самостоятельно выход. С помощью маски спасаемый был подключён к аппарату одного из спасателей для дыхания и выведен на улицу. После осмотра бригадой скорой помощи мужчина был доставлен в учреждение здравоохранения с отравлением продуктами горения. В результате пожара повреждены это холодильная установка, подвесной потолок в коридоре и всё это на общей площади 15 квадратных метров. Предварительная причина пожара – нарушение противопожарных требований при проведении огневых работ. Вот так вот оказалось. Вчера вечером по улице Минина горел склад в результате пожара, повреждена деревянная обрешётка потолка, перекрытие склада, перегородка, стеллажи. В общем, всё, что находилось в складе на площади 30 квадратных метров. Причина пока что устанавливается. Ну, видишь, всё сгорело. И продукция там, которую арендатор складировал в этом складе. Скорее всего, конечно, это может быть какой-то короткий замкань, но пока что говорить ещё рано, потому что это буквально вчера произошло, ещё разбирается. И также вечером поступило сообщение, что в лесном массиве, в районе 7-го километра МКАД, заблудилась бабушка. Что робила бабуля у всё-таки холод в лесном массиве? У меня одно пытание. Сдаётся, грибу уже нема. Ну, может, где-то хотела срезать дорогу. Этой информации у меня нету, с этой бабушкой не разговаривал. Но, тем не менее, работники были отправлены на поиски. И нашли пенсионерку. Потребовалось не так много времени, в принципе. После осмотра бригады скорой её с благодарностью забрала дочь. С ней всё хорошо. Так, ну, мне подается, что тут, конечно, особливо, да, пожилых, так, там, до своих бабуль, задуль, треба быть уважливыми. И вот так, просто закликаю, не забывайте, может, так, думать, где и что зимой отбывается. Ну, тут ещё, знаешь, повлияло то, что это было вечером, и, ну, пожилой человек вечером темнее сейчас рано, да. Поэтому, как бы, если вы куда-то отправляетесь в какие-то леса, на природу, на прогулки, смотрите, чтобы это были знакомые места, освещаемые. Тем более сейчас такая погода очень скользкая, снежная, холодная. Кстати, хочу тоже рассказать по поводу нашей снежной погоды, но, думаю, уже чуть-чуть позже, да. Давай, просто, некольких хвилин, мы с тобой вернемся, и докладно, вось, нагытая, звернем увагу. Протягиваем час без пеки у студии, гость, работник Центра пропаганды Минска, городского управления Министерства по незавычайных ситуациях, Александр Папко. И вось тут я под час песни извертаюсь, да Сашка же, Саша, Саша, скажи мне, коль ласка, что за пытание будет, а я накажу, не скажу, а мне будет не текало. Ах, сподяйтесь, что хотя бы вам, уваженный слухачу, и он докладно задаст. Пытание, отказ, доведаемся, греху позднее. Это для того, Марта, чтобы ты под столом там СМС-ку тоже не набирала, понимаешь? Ты бы уже подготовилась, загуглила, и все. Только я, думаю, поспробую, мимо. Ну, ладно, давай тогда для слухачу, а можно я так сама, вось, под столом там? Нет. Нет? Нет, только тем людям, которые не присутствуют в этой, как его сказать, аудитории, как этой студии. Я думала, не, только за столом, под столом, ну, ладно, давай пытание. Так, вопрос очень легкий, как всегда, простой. Чем отличается гололед от гололедицы? Есть такие вот два понятия, гололед, гололедица? Я бы сказала, что и то, и инше, не дай бог, а ле, ну, як ёсть. Это просто, да, вот могло показаться, что это одно и то же слово, просто женского рода, мужского. Ну, справедливо. Нет, это не так. Не родом. Нет, ну, я просто к тому, что вот сейчас слушатели такие скажут, а, чем отличается. Он же мне не сказал вот конкретно, чем отличается. Ну, отличается там родом, допустим. Это как бы, да, правильный ответ, но отчасти. Отчасти. Я, мне, что надо вот именно терминологию вот эту вот разобраться, что вот конкретно это значит. Я как ломочальным словнику, правильно? Всё правильно. Ну, я нагадываю, что той, кто наиболее докладный откажет, кто будет самым лепшим, так бы говорить, словником, отрывая подарунок от Минска городского управления Министерства по надзвычайных ситуациях. Ну, и по традиции, свои отказы вы досылаете нам в саполку радио столицы ВКонтакте раздел поведомления. Жидаю всем поспехов. Ну, а мы протягнем размову. Но раньше хотели мы и поразмолять как раз про ту самую гололедицу, про гололед, про снег, про текашчивость, про ту самую надвор, я кое-каторый день уже, ну, так вось, крыху турбуюсь. Я думаю, и автомобилисты, и пешеходов, и кожного, кожного зна, Саша, рассказывай. Что робите? Так, ну, я начну давай с общих понятий. Ну, во-первых, как бы МЧС, мы, я не специально, ну, не случайно, вернее, задаю такой вопрос, потому что нас это беспокоит, мы хотим, чтобы... Видишь, нас так само. Да, вот видишь, вот, и я тебе глобальнее так скажу, что нас не это только беспокоит, а вообще все, что происходит в предновогодний период, и фейерверки, и обморожение, это все сюда. Рыбаки, вот видишь, тоже плавают на льдиных, пока еще, знаешь, так еще опасно, лед не везде окреп, и есть и проталины, промоины, и поэтому на это тоже обращаю внимание, на бабушек обращаю внимание, и это все мы объединили в одну акцию, которую проводят работники МЧС. Эта акция называется «Безопасный Новый год», чтобы у каждого Новый год был безопасный, очевидно, да. Ну, к сожалению, Новый год только раз в году, но не стоит переживать из-за того, что этот праздник стучится к нам в дверь так редко, да, потому что грустно то, что по статистике именно вот в этот период предпраздничный происходит наибольшее количество чрезвычайных ситуаций. Исходя из статистики, это можно, да, вот ощутить. Если раньше я там приходил и летом, допустим, говорил, вот там окурок залетел на балкон, там машина загорелась, то сейчас, видишь, и какие-то строительные бытовки, и, наверное, бабушка потерялась где-то. Понятно, и машины, и деревья падают, и сейчас обращаем внимание также и на сосульки, например, на крышах очень сейчас интенсивно образуются, потому что сейчас такой перепад температур очень опасный. Он и где-то чуть-чуть потеплее, выше нуля, и потом обратно в минус ночью. Из-за этого образуются прям такие глыбы, и мы тоже выезжаем на эти случаи, помогаем, если где-то нужна наша техника, например, высотная, добраться до этих сосулек. Вот, так что все это объединили в одну акцию и разделили ее вот на три этапа, чтобы прям каждому достучаться, дойти, объяснить все правила. Первый этап, кстати, затронет именно вот лица пожилого возраста. Работники МЧС вот посетят какие-то территориальные центры социального обслуживания, дома ветеранов, инвалидов, санатории, где отдыхают также наши пенсионеры, да, расскажут им, чтобы не случалась с ним никакая беда, потому что, слушай, все-таки пенсионеры, они всегда вот более уязвимые во всех вопросах. И касается пожаров, у них также очень часто происходит в их домах, там где-то недосмотрели, где-то свечку обронили, еще что-то. Как видишь, можно зимой и где-то подскользнуться, упасть. Они не такие ловкие, как мы молодые еще, да, нас тоже, конечно, ждет в дальнейшем. Но, тем не менее, знаешь, правила нужно напоминать, потому что, ну, подзабывается. Второй этап акции пройдет, вот, у меня даже есть конкретные даты, 19 и 23 декабря. Вот в этот промежуток времени второй этап проведет. И работники МЧС, в частности, хочу сказать, работники пропаганды МЧС, есть такие работники, это и я тоже в этом числе. Так что всем привет пропагандистам МЧС. Вот, работники подарят праздник в школах, интернатах, семьях, где дети находятся в социально опасном положении, детских домах, детских каких-то домах семейного типа. Ну, в общем, для чего это все делается? Для того, как бы, соправда, я думаю, что нужно нагадать, во-первых, я самая головная. Ну, я не к этому веду, а проводится именно в преддверии каникул зимных, конечно же, потому что вот под конец месяца дети все уйдут на каникулы. Ну, и снова уже повышенная рыжка. Да, и вот это вот, все вот эти дети, которые были заняты в школах, на уроках, они все пойдут куда? На улицу, конечно, играться, искать себе приключения. Ну, вспомни себя, правильно. И, конечно, перед этими каникулами мы хотели бы напомнить им всем, опять же, как себя вести и с пиротехникой, потому что, ну, дети, они такие дети, всегда хочется с чем-нибудь да побаловаться, да? Ну, и вообще, в принципе, о каких-то зимних опасностях напомнить. Хотя, нагадаем, так, тут больше дорослым напыло, что все-таки пиротехнику детям лепш не давать, так? Руки у вогулях это не повинно отбываться, потому что, я думаю, худка у нас почнутся пытания с этими вырубами. А вот, кстати, что касается пиротехники, это мы затронем уже на третьем этапе, он же и финальный этап вот этой вот акции. Пройдет он до 30 декабря с 26-го, именно в местах продажи пиротехники, где будут работники, допустим, может быть, в форме, может быть, кто-то в лице пожарного Деда Мороза, знаешь, со Снегурочкой, может, с какими-то сказочными персонажами, а может, даже и с персонажами из наших мультсериалов «Волшебная книга МЧС» из 53-112. Ну, тут, в общем, как получится уже, как у каждого фантазия у пропагандистов разыграется, потому что это вся акция наша республиканская, во всей стране проходит. Саша, а пожарный Дед Мороз, он будет дразниваться отзвычайных них? Так мы заразумели, что это твои самые ротовальники. Пожарный Дед Мороз, как выглядит? Он, во-первых, в боевке, ну, сходство с настоящим Дедом Морозом, ну, это, конечно, борода и шапка, ну, и, конечно, подарки. О, вот это самое приемное, видишь? Вот, так что вот это вот вся компания. В местах продажи пиротехники, конечно, будут проводить с покупателями беседы, раздавать инструкции по применению, там, по безопасному использованию, ну, и за какие-то интерактивы, викторины, дарить подарки, вот. Ну, а кто приходит в эти места пиротехники? Ну, конечно же, взрослые, потому что детям не продадут, вот. И поэтому, вот, возвращаясь к тому совету взрослым, вот мы будем проводить еще и со взрослыми, конечно, в местах продажи. Ну, и основные мероприятия, конечно, развернутся где-то в местах с массовым пребыванием людей, это могут быть и какие-то ледовые катки, места массового катания. Мы постоянно, регулярно проводим, очень весело это все проходит, потому что, ну, люди, во-первых, приходят просто покататься, у них настроение хорошее, а тут еще и пожарный Дед Мороз, допустим, на коньках раздает подарки. Почему бы и нет, да, там, за какие-нибудь простые вопросы, вроде того, что, там, как позвонить в МЧС. Это всегда приятно. Ну, и напоминают правила, конечно, безопасности, тоже в этих местах. Так что принимайте участие в акции, ну, и будет у вас безопасный Новый год. А еще, приумать, калиласка, удела у нашей гульни, у нас таки персональный Дед Мороз, ну, ты выбачай, конечно, за Деда, Александр Папко, кожный тыдень, есть еще шанс выиграть подарунок от Минского городского управления, Министерства по наизвечайных ситуациях. Усяго, только, треба отказать першим, и вось наибольшь докладный, правильно, на питание от Саш. Саша, какое питание у тебя? Так, вопрос, чем отличается гололед и гололедица? Кстати, может, если есть уже какие-то ответы, мы могли бы посмотреть, рассмотреть. Видишь, есть отказы, алия, ты же мне не сказал правильно, а я так вот боюсь, скажу и подкажу. Так что давайте про разнекольких хвилин будем выники подводить. Выники, мы тут вот спорочались, спорочались, а кому все-таки отдать подарунок? Так, ну, давай, Саш, питание, отказ, ну, я назову перомашцу, ладно? Так, а какие варианты? Что нужно? Отказ давай, правильный вариант отказу. Так, ну смотри, значит, гололед, это такое явление, когда вот у нас, знаешь, вот как сейчас было, какие-то осадки были, вот мокрый дождь, и он перемерзал и образовывал вот на машинах автовладельцы вот все прям как-то, не хочу говорить такое плохое слово, но, в общем, были недовольны этим явлением, да, вот так. Мы все заразумели, что ты хотел сказать. Так что вот этот вот ответ, это, значит, гололед, ну, а гололедец, это когда вот, знаешь, вот снег утрамбовался, где-то луж замерзла, вот это гололедец. Ох, поколь ты тут, я же сказал, у нас тут дашли, я же варианты отказу, але напыльно все-таки отдадим подарунок первшему правильному, каким мы все-таки выросли, что напыльно правильный. Уладимир у нас сегодня пераможца, первый, наибольш, наибольш, докладный, близко, вельми был Игор, вельми близко, але крышечку позднее, литерально на пару хвилинок, высь так не поспели. Ну, и я уген так сама правильно отказау, але зноу же, ну, крыху позднее был, скажем усім, дякуй, дарунок, когда ходит до Владимира, ну, я нагадаю, что гэта не перша, не апошня гульня, то ж, я шо пройдусь до нас? Обязательно, 15.15, слушайте, не забывайте. Дякуй, Саша, што пройшоу и рассказала для наших слухачоу, нагадаю, что студии был гость, работник центра пропаганды Минска, городского правления, Министерства по надзвучайных ситуациях, Александр Папко и Марта Худалей. Всім поколь. Продолжение следует...